Когда их называют мелкими, они улыбаются в ответ. Ведь в руках небольших фермерских хозяйств почти миллион гектаров земли, треть всей пахотной площади в регионе. Почти 30% кубанского зерна производят фермеры. Но это лишь одна сторона медали, замечает губернатор на заседании Ассоциации крестьянских хозяйств. В крае существенный перекос в сторону растеневодства. Литмотив речи Александра Ткачева. В регионе нужна альтернатива выращиванию зерна. И на Кубани ее видят в развитии животноводства, чтобы закрыть внутренний спрос по всем позициям. Мы должны обеспечивать себя мясомолочной продукцией, мы должны обеспечивать страну с учетом импортозамещения, санкций. Практически 30% земли в руках фермеров и 1,5% вала продукции мяса и молока. Это недопустимо. Спрос на животноводческую продукцию сегодня огромный. Мы видим, как и молоко, и мясопрообладающие заводы загружены. К сожалению, в среднем только наполовину нуждаются в качественном отечественном сырье. Чтобы загрузить их на полную мощность, нам необходимо увеличить производство молока как минимум в два раза. То есть до 2 миллионов тонн. А мясо, естественно, на треть практически 300 тысяч. Я считаю, что каждый из вас должен искать альтернативные виды производства. С учетом техподдержки, додаться. И самое главное, то, что на рынке происходит, с учетом девальвации, с учетом санкций. Эта продукция востребована. Мы это видим, мы это чувствуем. Фактически, растеневоды имеют собственную кормовую базу в виде зерна, которая почти все идет на экспорт. Фермерам предлагают часть продукции пустить на переработку для корма животным. Соответственно, содержать коров или свиней тогда становится дешевле. А если учесть, что навоз от скотины пойдет на удобрение полей, получается закрытый цикл производства. Приоритет в господдержке отдавать будут как раз таким предприятиям. Одной из самых болевых точек у крестьян остается земельный вопрос после ужесточения федерального законодательства. Малейшая просрочка по платежам и многие фермеры не смогли продлить аренду. Просьбы помочь губернатору приходят чуть ли не каждый месяц. Александр Ткачев поручил создать комиссию по контролю за заключением договоров об аренде, чтобы разбираться в каждом конкретном случае. Нам надо вернуться на муниципальный уровень продления договоров и ввести муниципальную земельную комиссию, как раньше было, в начале 90-х годов. На этот уровень мы включим обязательно руководители фермерских ассоциаций. Район? Да, это 100%. Комиссии созданы, все прозрачно будет. И эта прозрачность будет доведена до муниципальных образований. Представители фермерских объединений будут включены в эту комиссию. И значит будем работать все вместе, абсолютно все будет открыто, прозрачно, но и решения будут совместные. Предложения губернатору по поддержке небольших крестьян от самих фермеров звучат со сцены. Сергей Рудых из Ейского района сетует не на высокие кредиты или объемы господдержки. По его мнению, без обученных специалистов, готовых работать на земле, никакого импортозамещения не получится. Сам еще молодой фермер переживает за современные кадры и вспоминает, какое желание работать в поле было раньше. Покатавшись в начале 90-х с дедом на табуреточке в кабине комбайна, я понял, что дальнейшая моя деятельность определена. Буду я работать в хозяйстве или фермером, я, конечно, не мог это предположить. Но то, что это будет связано с землей, это было точно. Мое хозяйство очень молодое. Назрела проблема и необходимость разработки краевой программы подготовки кадров для села, которая подразумевает наличие в каждом специализированном образовательном учреждении квот и мест. Где каждый сельхозтоваропроизводитель по своему направлению мог обучать своих специалистов. Сегодня у фермеров такой возможности нет. Санкции обострили проблемы не только аграрного образования, но и системы логистики в сельскохозяйственном бизнесе. Ведь от нее зависит, попадет ли товар на полке или просто пропадет. Ускорить процесс импортозамещения на Кубани пытаются с помощью создания развитой инфраструктуры по продаже овощей и фруктов. В строительстве оптово-распределительных баз еще один плюс. Чем меньше посредников в цепочке грядка прилавок, тем ниже цена. 150 миллионов предусмотрено в бюджете края средств на развитие логистической среды или логистические центры. Это тоже в том числе в большей степени беспокоит категорию малых форм хозяйства. Поскольку, как произвести, мы знаем, а куда деть, чтобы не перекупщикам отдать, а куда деть. Ну, наверное, это проблематично. Отдельная статья расходов запланирована конкретно на развитие фермерских хозяйств. В крае в этом году на эти цели направят больше 100 миллионов рублей. Правильно, эффективный землевладелец, фермер или крупное коллективное хозяйство – это приоритет. Потому что заросшие земли с бурьяном, с низкой урожайностью, это уже даже смотрится как-то не по-кубански. Потому что мы к этому не привыкли, это не наш стандарт. Поэтому критерий один – кубанская земля должна возделываться, получать максимальный урожай и принести доходы и работающим, и населению в виде налогов, социальных выплат и так далее. Мы с вами по одну сторону баррикад. И мы должны найти такое взаимоотношение, чтобы, естественно, мы не нарушили закон, право, но и, конечно, возможности тех людей, кто живет на земле, кто для себя создал судьбу, как в песне с землей, где выстраиваются стратегии развития, институционная политика на десятки лет вперед, когда есть крепкий дом, есть огородическое какое-то хозяйство, есть небольшой сад. Вот это, вот это наше будущее. Мелкие крестьянские хозяйства при грамотном подходе должны стать одним из ведущих секторов сельскохозяйственного кластера региона. Александр Ткачев призвал фермеров активнее работать на внутренний рынок и в ближайшие несколько лет увеличить воловой объем производства в два раза.